Лопатина Лопатина находится в Орджоникизовском районе города Уфе. С недавних пор здесь стала хозяйничать стая бездомных собак. Самостоятельно решить эту проблему жителям не под силу. 21 апреля, я не могу вспоминать беседорогание, я шла из сада и неожиданно на меня набросилась целая свора собак, даже больше на 10. Они стали сразу воинственно так на меня наскакивать. Я опишу, у меня даже не успела ни палку, ни камень взять. Я стала отмахиваться, они у меня их вырвали, эти пакеты. Стала пятиться назад от них, кричать, звать на помощь. Я не знаю, что бы со мной случилось, если бы не ехала машина из деревни. Там ехала семья, они меня, конечно, спасли, можно сказать. Начинаются эти собаки с Ушаковой улицы, они всю зиму там живут, весной они все, эти собаки, приходят в сады. Непосредственно обращались в службу по ловле собак, обращались в Роженикидовский район коммунальных услуг. Хотим, чтобы служба по отловле собак приняла меры и уцепила их. Они же должны это делать. Мы живем здесь в саду, прописанные, и у меня ребенок ходит в школу один. Школа, конечно, не близкая, с таким страхом он ходит туда. На меня два раза уже напали собаки. Первый раз мы с матерью шли, как-то еще закидали их там, чем было, отбились. Второй раз около железной дороги есть маленький домик садовый, тоже туда приезжали прямо к ограде. Я об ограду как-то камнем успела постучать, и они как-то отошли. Вот это у нас проходит дорога жизни. Мы здесь проходим через линию, дальше вот девятиэтажку проходим, там уже у нас вас. По этой дороге ходят все лопатинские. Они когда возвращаются из деревни, они берут пакеты с мусором и выбрасывают на эту дорогу. Здесь пищевые отходы, привлекает очень собак, они здесь роются в этих ямах. В одной стране только мусорка, и убирают очень редко. И они весь мусор несут вон туда. Лопатинские это делают. Это не наши садовые. Как раз собака все кушает там. Вот эта собака как раз, они ночуют вот здесь по десять штук вместе все, и нападают на людей. Если вот случилась ситуация, и вы попали на узкой дорожке из стая собак, надо как можно спокойнее пройти мимо, не привлекая к себе внимания. В крайнем случае можно в них кинуть камнем, веткой, чем-то таким. Громко хлопнуть в ладоши. Бездомные чаще всего это очень трусливые собаки, и вот этих вот мер бывает достаточно. Надо их или истреблять, или, как говорится, усыплять, отлавливать. А вы, как вы думаете, когда спецавтохозяйство отлавливает, как вы говорите, что с этими собаками происходит? Они применяют препарат, который вызывает длительную, мучительную смерть животного. Я тоже собачница. У меня две собаки. И вы сейчас хотите вызвать отловку. Предположим. Как это происходит? Давайте гуманно, негуманно. Займемся этим. Разберемся. Еще в апреле к вам обращались жители Лопатина с просьбой отловить стаю бродячих собак. Они к вам обращались? Обращались. Сейчас только оттуда приехали. Сегодня служба спецавтохозяйства отловлена в нашем районе девять собак. В том числе Лопатина семь штук. Вся стая? Приснись. Они же бегают. Дальше будут давать заявку спецавтохозяйства. Спецавтохозяйство уезжает и отлавливает. Как вы думаете, почему такое большое количество? Кто в этом виноват? Потому что зеленые запрещают производить отмертывание собак. В декабре ничего не делали. Представляете, что не выезжало. Сами жители Лопатина виноваты? В первую очередь они виноваты. Собак кто отпускает? Они же отпускают. Скорее всего, вот эти собаки, которые здесь сейчас бегают, это либо собаки, взятые в том году на летнее время, либо их потомство. За зиму собака дичает без людей, сбивается в стаю, и потом они уже начинают хулиганить, может даже нападать на кого-то. Часто при нападении собак, особенно бездомных, люди сами их провоцируют. Бездомные собаки чаще всего очень трусливые, не людей боятся. Стаю из 10 или скольких это собак мы не потянем ни физически, ни финансово. Мы не сможем забрать такое количество единоразово. Если бы люди там могли как-то нам помочь, еще по одной мы могли бы помочь со стерилизацией, допустим, этих собак, чтобы они в дальнейшем не плодились. Отлов в данной ситуации не поможет, потому что, убрав этих собак, на их место обязательно придут другие. И через месяц-два здесь будет бегать новая стая.